Значит, 20 минут плюс 5 минут на... Ясно, ясно. Спасибо за предоставленную дополнительную возможность изложения моих изысканий по первичным формам континуума энергии информации по пространству и времени, их физическому содержанию, топологии и взаимодействию с материальной Вселенной. Ну вот, нам бы надо задуматься вот над таким вопросом. Во-первых, вопрос, в чём суть физической энтропии? И второй вопрос, почему то, что нас окружает, вообще-то говоря, представляет по существу вечный двигатель? Атом — это вечный двигатель, понимаешь? А энтропия — неумолимый процесс, ухудшение, качественное ухудшение энергии. Значит, откуда же мир берёт на самосохранение энергию и как он развивается? Использование трёх простых всеобщих формул, которых я доложил в предыдущем докладе, правда, очень скупо доложил и невнятно, позволило пройтись всесторонне по 17 эрам и 101 ритму эволюции Вселенной и определить реперные точки каждого ритма и их параметры. При этом выяснилось, что первичный, что не было никакой, значит, первичной точки, из которой произошёл этот большой взрыв, не было кусочно-сумчатой, как по теперешним 17 теориям, значит, этой кусочно-сумчатой, сингулярности не было. Первичный этот предоставлял собой изотропную и дифференцированную среду огромной полиэнергетической плотности. Плотность 0,769 на 10,21 степени килограмм на метр кубический. Эта полиэнергетическая плотность была сплошная, недифференцированная, и она обладала неповторимыми свойствами. Во-первых, потенциальные стационарные точки, которых потом она разделилась, они представляли собой кристаллы будущих феромагнетиков. Во-вторых, их конкуренция потенциальная провела их к обратной магнитострикции, что есть к переменному пульсирующему удлинению, укорачиванию, порождению таким образом магнитного поля. При этом анализ полученных коэффициентов и сил показывает, что в самой этой пока недостаточно изученной структуре абсолютного вакуума, как я его называю, было все шесть будущих потоков, все напряжения, все сопротивления, моменты напряжения и так далее. В этом недифференцированном мире создавалось напряжение в виде конкурентного давления, пока еще не существующих в будущих стационарных точках стратонов. Китайцы их сейчас назвали стратонами, они тоже подходят примерно к такой же схеме. И они определили размеры, вот эти пульсации, это определило размеры будущих стационарных точек, которых превратился весь окружающий мир. Значит, размеры этих стационарных точек были 0,81 на 10 минус 14 степени метра, то есть каждый 1 кубический метр абсолютного вакуума разделился на 0,188, 10,43 степени стационарных точек, которые к 24 ритму, все эти по каждому ритму просматриваются, как это происходило, приобрели шарообразную форму и создали таким образом вакуум стационарных точек. Это вторая ступень была. В последующие эры тоже рассматривали, рассматриваешь когда по ритмам и эрам, то видно, что под действием вектора электрической индукции остывшие до температуры фазового превращения сверхпроводимости стационарных точек начали вращаться, постепенно упорядочивая свое вращение таким образом, чтобы затраты энергии были наименьшими. Это провело с одной стороны к послойно-попарному их распределению, а с другой к их вытягиванию и приобретению ими профиля наименьшего сопротивления. В стационарных точках возникли вихревые токи огромной силы, которые мгновенно раскрутили их до 10.44 степени оборотов в секунду, превратив их в генераторы гигантского переменного напряжения. Возникшее при этом магнитное поле резко затормозило дельфинообразные стационарные точки и дало им обратный толчок. А так как стационарные точки уже представляли собой неравноинерционную конфигурацию, то мгновенная остановка привела к повсеместному насыпанию концов попочек, лютеусов, и образованию таким образом 10.201 степени торсинформов. Ну, можно назвать их частицами Хиггса. То, что сейчас открыли там на коллайдере, это, конечно, никакая не частица Хиггса. Это новая частица, посмотрим, какими она свойствами обладает. А частицы Хиггса, они неуловимы, они движутся с огромной скоростью 0.295 на 10.30 степени метров в секунду, и массой обладают 10 минус 69 степени килограмма. Это как раз и есть те неуловимые магнитные монофолии, которых ищут всеми силами, которых предсказывает, теория предсказывает, что их очень много, на самом деле найти не могут. Они имеют форму одностороннего торсионно-магнитного вихря двух видов. Потом эти, в процессе цикла раскрутки торможения повторяются, но уже с новыми действующими лицами и результатами, и началось сворачивание вот этого очень плотного вакуума, абсолютного вакуума, разложившись на вакуум стационарных точек, они начали сворачиваться. И образовались, ну я их назвал стоячие суперволны, СС-геодезические. Это то, что мы с вами знаем под названием черные дыри. Ну на самом деле никакие они не черные дыри. Значит их, тот, кто их, так сказать, разрабатывал, это сейчас уже признал, что это не совсем черные дыри. Признал с того, что они испаряются. И, собственно, они как раз и являются аккумуляционным резервом всей нашей Вселенной. Они питают всю нашу Вселенную энергией. А торсинформы передают информацию по всему миру. В процессе вот этих ритмов, это может повторить каждый из присутствующих по этим формулам, выяснилось по каждому ритму, выяснилось силы, которые там действовали, и выяснилось, какие, так сказать, эти и так далее, и так далее. Одновременно, в момент сворачивания образовались вторые, второй слой пространства. Первый слой пространства составили торсинформы и вот эти СС-геодезические, а второй слой пространства нейтринные геодезические. Вот мы говорим о том, что нейтрина обладает сквозной проницаемостью, что их не поймаешь и так далее, и так далее. Это все правда, но на самом деле дело не в этом. Дело в том, что вылетающие из звезд нейтрины, они мгновенно улавливаются нейтринными геодезическими. Если СС-геодезические в процессе сворачивания расположились на расстоянии 10-17 степени метра, то есть примерно 10 световых лет друг от друга, то СС-геодезические расположены на расстоянии 0,81 на 10-14 степени метра. То есть они сверхчасто расположены. Это как раз второй слой пространства, второй слой пространства, который состоит из нейтрина. И нейтрина сразу улавливаются, те, которые есть в этом. И поэтому мы их поймать не можем. Мы их отдельно можем выставить, не потому что они проникают, а потому что их просто нет в свободном состоянии. Они просто сразу улавливаются вот этими этими. А к ним сразу прилипли гравитоны. Вот гравитон тоже почему не улавливается? Потому что он сразу прилип к этим нейтринным геодезическим. Прилип, и он по ним скользит со скоростью света двух видов. Но гравитон, он представляет собой ансамбль из гравитончиков. Ансамбль, если можно вот эту, чем рисует. Ансамбль из гравитончиков представляет собой, он прилип, оделся на нейтринную геодезическую, которая, они расположены 0,81 на 10 в 14 степени, минус 14 степени метра. А они одеты на эту нейтринную геодезическую, и они не могут тоже отлипнуть от нее. Они в сёгнах своих несут, несут фотоны. Фотоны, которые тоже вот такое этого. А вот они состоят, посчитанное количество, и фотоны, и гравитоны состоят из таких же, как вот я торсинформы говорю, только тут они состоят из таких же вихрей. То есть идея Сахарова обрыла теперь реальное впечатление, воплощение. Сахарова говорил, что в материи есть с компетизированной энергией. Значит, вот мы теперь поняли, каким образом она компетизируется. Вот фотон едет на гравитонах, и вот это оказалось, что фотон не имеет поступательного движения, хотя мы знаем, что они летят во все стороны, но они летят всегда, сидя на гравитонах. И поэтому они мгновенно перескакивают, ударяясь обо что-то. Они мгновенно это. А гравитоны, они имеют очень своеобразную форму взаимодействия с материальным миром. Они, а вот в своем движении, они на 0,017 сотых больше, чем протоны. И они как бы их обходят, обходят. Они только обмениваются только квантами вращательного движения, то есть тепла. Тепло — это вращательное движение, осевое вращательное движение. Значит, это все вытекает из, так сказать, этих самых, этих. И вот эти всегда расположены пербинникулярно-гравитоном. Поэтому поперечность электромагнитного поля, вот она как раз вызвана вот этим, так сказать, Так. Единственным зримым свидетельством наличия слоя вот этого пространства является так называемое реликтофоновое излучение, которым все знают, и которое, все говорят, что это остатки далекого прошлого, которое, так сказать, произошло там 15 миллиардов лет назад или это. На самом деле это наше настоящее. Это испарение СС геодезических. Значит, мы должны были давным-давно задуматься над такой мыслью. Мы говорим, что оно реликтовое излучение из-за его необычайной однородности. Но тогда встает вопрос, если фоновое излучение это реликт 15-миллиардной давности, оно должно иметь явно выраженный градиент убывания, потому что Вселенная расширяется и, значит, все время удваивает свои объемы. А где этот градиент убывания? Нет этого градиента убывания. Наоборот, она действительно однородна, так сказать, это, ну, имеет отклонение, отклонение связанное с массами солнечных этих самых и так далее, и так далее. Но это уже другой вопрос. То есть, черные дыры, хотя они не поглощают нас, и вообще черных дыр не существует, Хокинг это уже теперь признал, хотя он их сам изобрел в своих разработках, значит, это, а наоборот, питают энергией и нас, и нашу Вселенную, и океан Хиггса, и наглядно говорит о том, что галитационные и все остальные поля не создаются вещественными объектами, а инициируются ими и их свойствами. А действительной матерью всех видов полей, в том числе пока не изученных нами, инфляционно-гравитонного, торсионно-инфляционного, и термо-торсионного, и термо-торсионного поля, который состоит из трех составляющих нейтринов, нейтрино, одетых на них гравитонов и перпендикулярно к ним, едущих на них фотонов. Фотонов. Постается один вопрос, правда, нейтрино, двигаясь по нейтринам и энергетическим со скоростью света, выполняют для передачи информации со скоростью 10,30 метров в секунду такую же роль, какую выполняют свободные электроны, движущиеся со скоростью несколько миллиметров в секунду, но передают для тока, который движется со скоростью света. Электроны движутся несколько миллиметров в секунду, а ток движется со скоростью света. А вот с чем-то связано, потому что и электроны для электрического тока, и нейтрино для торсинформов являются акцепторами и донорами энергии возбуждения, напряжения от потока и к потоку, от потока и к потоку, то есть они передают возбуждение, возбуждают, передают возбуждение, возбуждают, и воспринимают его, и так далее. А нейтрино являются акцепторами и донорами в части информации. Это еще более глубокая объемная сеть подпространства, имеющая такие скорости в своих протогеидезических. Это вот как раз торчинформы океана Хиггса. Значит, нейтрины вылетают, сразу вплетаются и создают второй каркас, о котором я говорил. Значит, и о неуловимости я сказал. Размеры там тоже вылезают сами по себе. 5 минут. 5 минут, я заканчиваю. Если применительно к этому самому, в рамках М-теории, это звучит следующим образом. Первый слой, уровень подкладка пространства, есть три брана, состоявшие из миллиардов торчинформов. Второй слой, лицо пространства, это объемная сеть бесконечных однобран с шагом по всем направлениям примерно в 10 световых лет, наполненных энергией гианской плотности. Их первоначальный отрыв создал, и последующие испарения излучения создали параллельную сеть однобран, но в 10,31 степени гуще, нейтриногидезических, по которым со скоростью света снуют намертво прилившие концами, но имеющие возможность отгибаться, серединками перегибами растяются открытые однобраны гравитоны. Это, я говорил, что объясняет причину неуловимости гравитонов. На перегибах гравитонов перспективально к ним сидят слабые однобраны фотоны, имеющие возможность перескока и деления, и расположенные строго перспективально гравитоны. Ну, говорить о том, что все эти подробно расписывать, очень, так сказать, в коротком таком докладе, очень трудно, но вот в итоге, когда вот это рассматривалось, проходилось по стуризму, вырисовалось 18 пространственных измерений и 6 временных измерений вырисовалось. Значит, оказалось, эти измерения никуда не исчезают, они очень легко вписываются в понятные нам физические меры. Ну, скажем, магнито-термогнический мир – это мир попросту, по-нашему говоря, мир тепловых обменов и энергий. Электромагнитный мир, он более изучен нами, более или менее изучен нами. Есть еще гравитонно-электрический мир, это гравитонный мир по-нашему, по-теперечней, он, на самом деле, гравитонно-электрический. Есть три неизвестных мира, один мы и начали изучать, но пока слава продевается, а два мы пока не можем к ним приступить к изучению, потому что не хватает исходных данных, так сказать, и это. Я готов, конечно, ответить на все вопросы, которые, так сказать, это, но хочу сказать, что пространство современности Вселенной не растяивается, не растяивалось последние 14-15 миллиардов лет. На самом деле, получается, что этот цикл уже длится 80 миллиардов, как трактуют 12 или 15 инфляционных моделей. Исчезла, само собой, проблема сингулярности. Значит, исчезли все парадоксы изменения пространственных параметров в субсветовых скоростях. Меняются не параметры, а масштабы их измерений. Достанута ясная и понятная связь пространства и времени. Пространство стало потоком единого энергетического поля, а время стало импульсом этого потока. И поэтому они неразрывно связаны. Конечно, Эйнштейн тут очень здорово угадал, не имея тех данных, которые мы сейчас имеем. И его постулаты, о которых тут много говорилось, они стали строго обоснованными законами. Значит, рассчитанными и обоснованными. Обретя единый источник, все силы обрели абсолютную симметрию, достигли великого объединения. И исчезли все парадоксы, о которых я говорил, о которых в присутствии здесь знают гораздо больше, чем я. У кого есть какие вопросы? Пожалуйста. Ну, мы с моим коллективом трудимся, так сказать, место работы агропромышленной компании Георгиевской. Мы работали, мы подошли к этим вот проблемам совсем с другой, как бы с практической стороны. Мы начали изучать вопросы преобразования энергии и, ну, если сказать попросту, мы разработали, скажем, два установки. Одна установка вместе с центром Курчатовским мы разработали по преобразованию мусора. Значит, не в энергию, как вот все в мире занимаются, преобразуют мусор в энергию. Это очень неэкономичный способ. И вот мы там в процессе этого начали изучать и заинтересовались, заинтересовались, как же нам разобраться в первопричинах этого. А потом шагали-шагали назад и вот за полтора десятка лет дошагали. Ну, хотите, я скажу, хотите этого слышать. Что вы специалисты этим занимались? И от чего отталкивались? Отталкивались? Ну, надо вам почитать наши книги, мои книги в частности. Я могу вам презентовать одну книгу, чтобы понять. Отталкивались от известного, от известных константов, от известных этих. А потом мы нашли эти константы гораздо более простыми путями. Причем нашли, вот вы не обратили внимания в предыдущем докладе, я говорил, что мы нашли две космологических константы, которые изобретал много раз Эйнштейн, а мы их нашли, рассчитали строго до 12-го знака после запятой. И они действуют на каждую точку во Вселенной. Значит, из этих констант, оказывается, вылезли известные нам константы, которые всем известны. Сейчас, подождите, извините, давайте другой борт. Николай Васильевич. Пожалуйста, с вашей точки зрения, какой смысл имела, или какова цель распада из самого плотного вещества, вот такого дисперсного, и обратная из этого дисперсного более плотная? Как вы думаете, зачем? Значит, цель этого процесса, и, ну, на мой взгляд, конечно, не будем, так сказать, продавать этому категоричный смысл, а такой, на мой взгляд, действует всеобщий принцип самосохранения. Всеобщий принцип самосохранения. Вот когда мы рассчитывали эти коэффициенты, оказалось, что, вот, скажем, этот абсолютный вакуум, он существовал 10, 428 степени лет на наше, то есть вечность, по существу, это невозможно представить себе это. Ну, вот процесс, вот, современного этапа Вселенной, в котором мы, с большого взрыва это, он не 15 миллиардов лет, а 80 миллиардов с хвостиком там образовал, начался, так сказать, это, и дошагал до этого. И при этом прошел стадии такие, стадию абсолютного вакуума, потом стадию прошел вакуума стационарных точек, потом вакуума стоячих суперволн, потом биовакуума, когда не было жизни еще это. У меня есть статьи по образованию, называется СТП, эволюция. Значит, где... Вы утвырены? Да, все ясно. Пожалуйста, кто еще, какой... Вот когда вы говорите о вашей теории, время имеет размера симпульса, что вы имеете в виду? И со своей снотушкой совпадает с Эйнштейном? Значит, с Эйнштейном он совпадает только в одном смысле, что Эйнштейн провозгласил неразрывную связь про станцию времени, только в этом смысле совпадает. А вот то, что время имеет, это, значит, понимаете, я в предыдущем докладе говорил, что мы нашли для каждого, для каждой этой самой, нашли единое выражение через метр в секунду. Для каждой, это, амперу, веберу, метру, кельвину, этому мы нашли единое выражение через метр в секунду. То есть метр в секунду, это главный инвариант, да? Да, главный вариант скорость. Инвариант. Да, значит, вот метр в секунду. Мы все единицы перевели в это дело. Все нашли выражение и цифровое, и степенное выражение. Вот масса, это метр в секунду всего нас, а энергия метр в секунду на секунду, метр в кубе на секунду в кубе. А заряд, это или импульс. И импульс и заряд имеют одинаковую размерность и одинаковое численное значение. Это метр в квадрате на секунду в кубе. Значит, ясно тут все. Вам ясно? Нет, ну это совпадает с герметической традицией, древней очень. Если они сами для этого дошли, то это дорогого стоит. Так. Женщины, пожалуйста. Будьте добры, самый основной ваш труд, главный вашей книг, назовите, пожалуйста. Книга называется «Темпоральная теория самосоздания и саморазвития Вселенной и единые природные основания действующих ней в трансцендентальных законах». Спасибо. 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 Спасибо.